Полезные минералы в воде. Миф или реальность? Выпадут ли ваши зубы, если вы будете пить дистиллированную воду? Развалится ли скелет? Узнаем в нашей программе через несколько минут. Здравствуйте! С вами снова программа «Пить здорово». Мы рассказываем правду о питьевой воде и развенчиваем мифы, которые с ней связаны. И сегодня мы поговорим о минерализации воды. Существует мнение, что в воде постоянно должны присутствовать некие полезные минералы. Например, всем известный кальций. Если его в воде нет, считается, что вода будет вымывать этот кальций из ваших костей и зубов. Так ли это? Нам сегодня поможет разобраться наш эксперт Александр. Александр, здравствуйте! Добрый день! Действительно существует мнение о том, что в воде должны присутствовать полезные минералы. Но апологеты этого мнения часто не принимают во внимание, что на нашей планете существуют районы, где питьевая вода разной минерализации. И люди, которые употребляют эту воду, живут и здравствуют. Например, в районах севера или в скандинавских странах население употребляет воду с очень низкой минерализацией. В ней практически нет кальция и других солей. А юг нашей родины, наоборот, используют воду с высокой минерализацией. Но и те, и другие не испытывают, как правило, с этим никаких проблем. Почему? Я думаю, что лучше не сто раз услышать, а один раз увидеть. Проведем небольшой эксперимент. Что нам понадобится? Для этого нам понадобится электрическая плитка и два литра питьевой воды средней минерализации. Почему именно два литра? Это количество воды среднестатистический человек выпивает в течение дня. Мы взяли воду средней минерализации. Ну, такая вода, например, в Москве. Теперь мы включим плитку. Правильно ли я понимаю, что после того, как вся вода испарится, у нас останется тот самый осадок минеральных солей, о которых мы сегодня говорим? Совершенно верно. Мы выпарим воду из двух литров и посмотрим, а сколько минералов останется у нас в сухом остатке. А какие вообще соли могут содержаться в нашей воде? Во-первых, это натрий. То есть, соль, натрий, хлор. Хлорид, натрия. Поваренная соль? Безусловно, поваренная соль ее можно найти на полке в любой кухне. Ее надо достаточно много. Сколько? Примерно 12 грамм. Она, правда, нужно отдать должное, присутствует везде. Это все самые 12 грамм? Да. Это вот навеска в 12 грамм. Вот столько соли человек должен съесть в течение дня. Достаточно много. Второй минерал – это калий. Но соль калия вряд ли можно найти на кухне. На кухне вы их не найдете, безусловно. Мы приготовили их в виде банки реактивов. Это соль и калия и навеска солей калия, которая отражает суточную норму. Сколько это? 2,5 грамма калия должен съесть каждый человек. Гораздо меньше, чем натрия. Меньше, но тоже значительно. Третья соль – это кальций. Тот минерал, с которым связано наибольшее количество мифов. И страхов. И страхов. Надо сказать, что кальций на самом деле относится к солям жесткости. И выпадает в виде накипи на спирали чайника. Но я слышал, что к солям жесткости относятся еще соли магния. Безусловно. А это наш четвертый герой – магний, который тоже можно встретить в питьевой воде. Но его по сравнению с кальцием значительно меньше. Сколько же нам нужно солей магния? А нужно нам магния примерно полграмма в сутки, для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Таким образом, нам необходимо в день около 12 граммов натрия. Точно. Порядка 2,5 граммов калия. Верно. Около 1 грамма кальция и примерно полграмма магния. И таким образом, мы с вами надеемся, что сейчас из воды мы как раз и получим те самые количества, которые нам необходимы. Итак, наша вода испарилась, и мы видим образование того самого осадка. Действительно, выключаем плитку. Вот видите, на дне нашего стакана образовался осадок, сухой осадок. Это те минеральные соли, которые содержались в наших 2 литрах условно-московской воды. Давайте, может быть, это все соберем и сравним с тем количеством, которое мы должны получать все-таки. Да, совершенно верно. Мы возьмем шпатель, соберем весь наш сухой осадок с дна стакана. Высыпем чашку. Не густо, не густо. Я ожидал совершенно другого. Итак, вот все, что мы получили из 2 литров водопроводной воды. То есть, обычный москвич может получить всего-навсего вот такое количество солей. Да, совершенно верно. Это около 1 грамма. Причем, заметьте, всех солей, которые стоят у нас на столе. Так что же нам делать? Получается, что нам необходимо срочно бежать в магазин за минеральной водой, чтобы восполнить этот совершенно очевидный недостаток. Этого делать не надо, потому что все эти минеральные соли содержатся в пище, в продуктах, которые мы употребляем каждый день. В каких, например? Поваренная соль содержится везде. Хотя бы потому, что мы подсаливаем всю пищу. Второе. Калий. Калий вы не найдете на кухонной полке, но зато он содержится, например, в фасоли. В фасоли. Да, совершенно верно. Вот замечательный продукт, богатый калием. Кроме того, калием богата курага. Есть у нас и курага. Замечательно. Ставьте ее сюда. Калия, конечно же, много в орехах. Ну и наиболее богатый калием фисташки. Фисташки. Фисташки тоже замечательный источник калия. Хорошо. Кальций. Молоко. Безусловно, вы абсолютно правы. Молоко и молочные продукты. Творог и сыр. Все молочные продукты, конечно же, богаты кальцием. Сколько надо съесть, например, сыра, чтобы восполнить вот суточную норму, чтобы получить тот самый грамм, который лежит? Суточная норма кальция содержится примерно в 100 граммах сыра. Ну и последний элемент – магний. Магний содержится в гречи. Магнием богатый, например, кешью. Хорошо. И магний содержится во всех овощах и зелени. Зелень. Вообще говоря, магний – очень интересный элемент. Несмотря на то, что он встречается во всей растительной пище, большинство людей на нашей планете живут с дефицитом магния. Может быть, раз это такая важная тема, мы осветим ее в отдельной программе? Это действительно элемент, о котором стоит поговорить отдельно. Итак, давайте подведем итог. Как мы видим, совершенно необязательно получать все минеральные соли из воды. Для этого достаточно просто правильно питаться. Безусловно. Но главное при этом, чтобы вода была чистой. Итак, сегодня мы узнали, что львиную долю полезных веществ мы получаем из еды. И совершенно не важно, сколько минералов содержится в вашей воде. Главное, чтобы она была чистой. И тогда действительно будет пить здорово.